Илья Чураков Суть такова, что был священник, его вдруг неожиданно перевели. Для народа это в какой-то степени травма, и люди спрашивают, а что же делать? Но надо учесть, что переводы в настоящее время нередко вызваны разными причинами. И иногда действительно не очень ладится у священника дело на том или ином приходе. А иногда есть просто необходимость. Замечательный, хороший, талантливый священник. Но где-то еще есть необходимость именно такой священник, чтобы поднять новый приход. И епископу приходится идти и на такие меры. Но ведь здесь уже вроде бы все налажено, машина работает, прихожане созревшие. И поэтому епископ, может быть, решает перевести священника на другой приход. Конечно, это всегда болезненно. Из личной практики, по мере возможности, я всегда стараюсь понять, насколько полезен будет перевод, и не болезнен ли он будет для прихода. Конкретно сказать, вот, Илья, по данному случаю, я тебе ничего не могу сказать. Но поскольку вы говорите «Литва», я знаю там владыку Иннокентия. Сразу вам скажу, замечательный владыка. И он никогда ничего не будет делать, что могло бы нанести вред или церкви, или приходу. Я думаю, что Илья следует поехать к владыке, побеседовать, и он вам все объяснит, с чем было связано такое его решение. Помогай тебе, Господь. Самое главное, не надо суетиться. Можно ли читать народные сказки? Ведь в народном искусстве и фольклоре очень многое уходит своими корнями в язычество. Там много поверий и мифов, и можно ли их рассказывать детям? Можно. Можно. Но когда явно выражено, что это прославление язычества, или же некие неприемлемые для христианской морали идеалы, конечно, такие сказки не надо детям читать. Но есть очень интересные сказки. Хотя вы говорите, корни уходят в язычество, но вы интересную сказку затем растолкуйте своему ребенку. Но ведь много очень сказок с хорошими народными корнями, с христианскими. Поэтому читать можно, нужно, полезно. Но так же, как и еду, можно ту или иную есть. Для одного будет полезно, для другого вредно. Поэтому, поскольку вы родители, сначала сам прочитай, подумай, а потом ребенку предлагай. Выбор большой. Марат Хасанов, Ульяновск. Интересный вопросик Марат задает. Чувствуется по фамилии, корни, может быть, не совсем из православных семей. Но все же вопрос. Можно ли брать помин с кладбища, оставляемое на Пасху? Ну, там конфетки, куличики. Полно же добра лежит и пропадает. Есть ли какое-либо богословское обоснование на запретность или разрешенность его действия? То есть, втихаря подойти и собрать конфетки. Никакого богословия тут нет. А вот можно или нельзя, вообще-то принцип приношений таков. Приносит, это же как милостыня, да? Приносит для того, чтобы съесть. Но если возьмешь, большого греха не будет. Но если ты будешь вообще этим пользоваться, возьмешь, а потом как-то нерадиво будешь еще и сам разбазаривать это, то это плохо. Но я еще раз повторяю. Вообще принцип приношения для того и приносит. Раньше это делалось так, просто не ложили, это уже в какой-то степени немножко отступление. Все это, если хотите, язычество тоже. Эти конфетки, куличики. А то еще и стаканчики тоже ставят. В обязательном порядке, да? На могилку стаканчик ставят. Правда, водку забирают, выпьют, а стаканчик оставят. Это уже, конечно, никуда не годное дело. Поэтому, еще раз повторяю, суть того, что приносит, лучше не на могилке оставлять, а раздать нищим. Если ты там рядом, Марат, окажешься, когда увидишь, что кладут на могилку, скажи, ну, давайте я возьму, дайте мне, я помяну. Это будет тоже хорошо. Иван Зуев, Чебоксары. У меня такой вопрос. Как узнать, есть ли воля Божия стать дьяконом или священником, или нет? Нет. Просто давно уже хочу стать священником, но понимаю, что недостоин. Пытался работать по мирским специальностям и работаю, но все равно тянет церковь. И желание быть священником не пропадает уже многие годы. Из-за этой неопределенности, буду ли священнослужителем или нет, не умиру, не достигаю ничего, ни в церкви. Спроси Христос за ответ. Слушай, Иван, вот в чем суть дела. Священник – это не тракторист. Не юрист, не экономист. Для того, чтобы быть даже кандидатом в священники, есть много моментов, которые уже отсекают от пути к священному сану. Ну, первый из них – дважды женатый. Или ты женат невенчанный. Или же ты, говоришь, вот недостоин. Ну, всякое ведь недостоинство. А что? Бывает, недостоинство – убил человека. А бывает, недостоинство – вел порочную распутную жизнь. Ну, о каком священности может идти речь? Конечно, нет. Прямо тебе скажу, не надо тогда идти тебе. Потому что, скажешь, я бросил, но гнильца-то осталась. И освященник должен быть все-таки чистым сосудом для того, чтобы из него можно было черпать чистую благословенную воду. Но есть, конечно же, у нас у всех, если подходить строго, то никто не достоин быть священником. По строгости канонов. Но, еще раз повторяю, есть некая черта. Второе. Ты говоришь, а как узнать волю Божию? Молись. И Господь тебя поставит в такие условия, что будет ясно, достоин ли ты быть сана священного, или же нет. Но и второе. Пойди к местному священнику, потом к епископу. Начинай вот с чего. Не с одного только желания, а с христианской жизни. Исповеди, покаяния. Постоянное хождение в храм Божий. И чтобы православие, вера, для тебя стали не умозрительным желанием, а нормой жизни. А там Господь будет устраивать и показывать, есть ли воля Божия или нет. Помогай Господь. Рая Георгиева, Москва. Мой сын болен. Я как мать считаю, что может в этом есть моя вина. Врачи не знают откуда, и в связи с чем появилась у нее эта болезнь. Одно из мнений, что это генетическое заболевание. Но генетика не подтвердилась. Так может ли быть, что это неискупленный грех? Или это испытание? Когда ему плохо, я попадаю в отчаяние, не знаю, чем помочь. Откуда и за что эта болезнь? Почему мой ребенок мучается? Вечный вопрос. Это было у Достоевского, помните? О слезинке невинного ребенка. За что страдает ребенок? Перед моими глазами беслан. Когда не один ребенок, а сотни детей были убиты, сожжены, растерзаны террористами. И очень много над этим было. Боже, что случилось? Боже, почему ты допустил? Мы не можем проникнуть вообще в тайны Божьи. Почему? И особенно тайна страдания детей. Она нам непостижима. Вся проблема заключается вот в чем. Мы мыслим категориями этого времени, категориями временной жизни. И тогда многое становится вообще непонятным. Непонятным будет подвиг святых, непонятен подвиг мучеников, непонятным будет вообще у нас вот чтят очень в Симбирске Андрея Христа радио-юродиво. Непонятен его подвиг, почему он так много переносил в жизни. Холод, голод, насмешки. Потому что в этой жизни временно ничего же не получал. Еще раз повторяю. Мы мыслим категориями временными. А Бог нам дает иное призвание в вечность. И вы говорите, генетика не подтвердилась. А может быть, грехи неискупленные. Может быть. Может быть. Ведь часто бывает, что за грехи родителей, прародителей затем расплачивается род. Да, так тоже бывает. Поэтому прежде чем задавать вопрос, что и почему и как, начни с другого. Отдайся Богу. Молись за своего ребенка. Я не знаю, какая болезнь, но очевидно, какая-то тяжелая. и проси одного. Господи, ты же видишь, что мой ребенок здесь, вот в этой жизни. Кажется, ничего не сделал, но страдает. Тогда есть вера, что в жизни будущей он будет иметь иную участь благую. а возможно ребенок страдает из-за тебя, за мать, за отца, за близких. Сам Христос это показал. Безгреший, невинен, ни одного пятна нет. И что? Поругание, бичевание, распятие на кресте и смерть. А затем воскресенье и вознесение. Не бывает Пасхи без страстной седмицы. Так и в жизни нашей. Нельзя достичь вечных благ, слишком мягко живя здесь, на земле. Помогай тебе, Господь. Верь и надейся. Возможно болезнь ребенка и тебя проведет и должно привести к Богу. И его страдания явятся может быть для вашего рода искупительной жертвой. Помогай, Господь. Горько Горько Субтитры создавал DimaTorzok